Они сражаются Грушить! Ради славы и денег У нас сейчас пошло все не по плану Ногами туда, лицом в стену Ведь в новом сезоне битвы дизайнеров накануне только место ведущего но и приз полмиллиона рублей Да ладно? Прямо сейчас нас ждет третий выпуск жесткого отбора Я не вижу здесь ничего Претендентов ждут два задания в павильоне и в реальной квартире Это называется чувственный дизайн Всего через полчаса мы узнаем имя третьего полуфиналиста который присоединится Ксении Хмелевской и Денису Аксенову Больше здесь ничего не получилось Битва талантов Битва амбиций Битва дизайнеров Начинается прямо сейчас Три амбициозных претендента заходят в дизайнерский колизей Влад Стужев Надежда Радунцева И Данила Ветров Уже участвовавший в битве Данила Ветров Придумавший три самых самобытных интерьера в истории проекта не сможет дальше радовать нас своим творчеством Ну что, я рад был поучаствовать Это же такая Жизнь такая, лотерея Выиграл, проиграл Тысячи сообщений просили на Ютюбе вернуть тебя Обожаю лезть Зачем пришел? Учить молодежь, как всегда Хорошо Расскажите о себе, ребята Ну, я фотограф-дизайнер Покрасил стену и пофоткал Да, и в сногам выложил Отличная работа, Надежда Ну, из последнего Я сексолог и дизайнер В прошлом я еще и полицейский В общем, жаркая смесь Сексолог, полицейский У вас наручники с собой? Обязательно сумочки Двое из троих получат ключи и отправятся делать ремонт в реальной квартире А один поедет домой Достойных определит тестовое испытание Именно это задание я хотела сделать сама Но мне не повезло Я стала главным дизайнером И сегодня повезет вам Вы будете делать для меня Салон красоты У вас есть всего два часа Вперед! Первое, что я сделал Я оценил квадрат этот Прикольненький белый Я не хотел там ничего трогать Он был идеален Ну, потом я понял, что Не хватает мебели Сделал мебель Это инструкция Я что, по инструкции собирать? Ладно, сейчас соберем Нужен молоток Рулетка, карандаш, крестик, нолик Ты не знаешь, как этот шкаф собирать? А знаете, как из фильмов 50 оттенков серого У нас будет то же самое Только без порнографии Не хочется смотреть на серые будни Это была оговорочка по Фреду, да У Данилы палитра была поинтереснее Шоу нужно удивлять И поэтому решил привлечь живопись Такие вот пятна и росписи Это все повторяется Мысли гениев похожи Поэтому добавить живопись Решил не только Данила Моя картина, я ее написала Эта картина должна находиться В моем интерьере И на этом Надин креатив не иссяк Слушай, это прям вот гвоздички Это впечатляет Что-то еще будет с ними? Я надеюсь, что да А что будет еще? Это секрет, я пока не могу об этом говорить Но каждый ищет свои фишечки Поэтому я подумал, что Нужна какая-то изюминка Должно быть что-то вот такое, что Бесконечно можно смотреть на три вещи Огонь, воду И как Данила Ветров воплощает свои идеи в жизни Вау, как круто Это зеркала, да, там? Нет, там ноги будут А-а-а Ногами туда, лицом в стену Классно А еще есть такая тема В древней Италии сооружали такие большие лавки И люди сидели там, облегчали свое тело Обидеть художника может каждый Но и художник может ответить Вот я думаю, что Сюда Картина? Где моя картина? На самом деле я всегда в открытую говорю Что я играю нечестно Уважаемый, это моя картина Я, как бывший сотрудник полиции Заявляю свои права на эту картину Поэтому она переезжает ко мне в салон Что тут делать? То есть все там пыжатся над дизайном Я делаю шоу Дизайнеры Осталось ровно 30 минут Да ладно Вы уже полтора часа Мучаете свои стены Трэш Это трэш С временем категорически пролетел Потому что два часа это нереально У нас сейчас пошло все не по плану Я сейчас делаю просто полнейшую импровизацию Я не знаю, что из этого получится У меня нет обоев Это должен быть мох, но его нет Получился единственный классный Это шкаф Действительно он белый С красными полками То, что я и планировал Из всего этого разнообразия Больше здесь ничего не получилось Это, конечно, прокол Интерьер Влада, он эклектичный Дизайн, он должен позволять мозгу расслабляться А когда у него постоянно вопрос А что это? А зачем это? Куда это? Это не дизайн Данила знает, о чем говорит Ведь в его интерьере такого нет Ну, я не понимаю, что это Можно объяснить? Мне все сразу Было забавно Я реально не понимал, что это такое Особенно вот эти вот прорези в стенах Я думаю, зачем они нужны? Это максимально необычно Я бы хотел, может быть, в такой салоне Просто подстричь Ты не знаешь, что у тебя будет на голове Ты просто потом посмотришь Неплохо А что скажут на это ведущие? Пора узнать их мнение Ведь два часа уже истекли Главный дизайнер Дарья Триболь И ведущий Валентин Коробков Рвутся принимать работы Добро пожаловать в салон красоты Как называется? Фэшн Вик Нормально так Есть бытва, работает Стоп! Я вообще не поняла Я заказчик Я просила мне салон красоты Ух ты Я не вижу здесь ничего Намекала бы на женщину Может быть, вот эта вот старая ветка Это не салон красоты Я получила На палке Камон! Но с цветом я угадал Основная идея была Сделать инсталляцию в виде камня То есть издалека Должна была казаться, что это что-то каменное Это как будто пенза, честно говоря Это пенза, да Потрогай, ты просто сразу маникюр и педикюр Я не был в пензе, не знаю Хотелось сделать красиво, получилось... Некрасиво А что получилось у Нади? Салон красоты или... Театро Даже ударение правильно наставить Парикмахерская Это всегда то место, куда мы приходим за изменениями Мы таким образом выбираем для себя какую-то интересную роль Смотри, мне кажется, это свадебный какой-то салон больше Ну да, кстати, есть такое? Мне нравится атмосфера вот эта Здесь есть книга, реально Свечи, свечи Есть свечи Мне нравятся сухостоя вот эти Вот из плюсов однозначно это картина Еще мне нравится латунный цвет, все Мне правда не за что зацепиться Салон для женщины, он априори должен быть дорогой, уютный Он прям располагательный Нежный Вот там подъезд, тут подъезд Я бы не пришла бы и не захотела бы здесь Остаться, попить здесь кофе, сделать маникюр Все пропало? Я покину проект Вот это Можно я к вам запишусь на маникюр, педикюр, окрашивание и массаж? Только если вы умеете медитировать Я готова Давайте садимся медитировать О, тут ковер, смотри Давайте я покажу как Ножки элегантно засовываем в эти отверстия Китайские ноги Ну и так перед вами возникает солнце Человек ждет, когда оно взойдет или сядет И впадает в медитацию И вот в этот самый момент его стригут Это технологично, потому что не мешает ничего Человек просто стрижет и все Человек в точку уткнись Выбежит нормальный вариант И самое главное, что это все можно тиражировать Понимаешь, то есть 50 можно таких вот выстроить И три человека их стригнуть Здесь настолько странно Я... Ну как-то так, да Это я люблю Шок, трэш, шок Сейчас один из тройки покинет проект навсегда Чей салон красоты Дарья Триболь признает самым некрасивым Мои дорогие недодизайнеры Я ждала от вас большего, честно Влад, меня расстроил ваш интерьер Потому что у вас столько потенциала Вы могли бы сделать что-то более интересное Я бы хотел поиграться с цветами За счет каких-то дерзких, более дерзких цвета у вас в интерьере Бордовые... Это очень дерзко, конечно Использовать бордовые в интерьере Что касается надежды Все вышло как-то серо Надо было что-нибудь ляпнуть Ну я не знаю Ну как у Митхана Разлить немного агрессии на стены Планирую перформанс Я хотела показать базу, основу Это ошибка, потому что Когда вы проходите мимо салона Он должен вас привлечь И вы должны захотеть туда прийти Данил Я готов слушать Меня, конечно же, поразил ваш интерьер Мне действительно захотелось там остаться И я хочу вручить вам ключи Благодарю вас Поздравляю У меня остался еще один комплект ключей И я хотела бы его вручить Надежде Спасибо Благодарю вас Смешанные эмоции Первое, это, конечно, недопонимание Второе, это разочарование самого себя Я понимаю, что я могу больше Просто не успел Ты вот молодой, кровь кипит Видно, что ты старался Не хватило времени, на самом деле Но за идею сделать объем на стенах Тебе большое спасибо Ты молодец Спасибо большое Поздравляю тебя Для Данилы и Надежды Настало время второго испытания Попа, провода Квартира расположена на первом этаже И раньше была коммунальной Есть чем поживиться Но сейчас осталось всего трое Анастасия Минова Ее мама Елена Вениаминовна И дочь Софья Это первая комната, которую мы выкупили Ну, собственно, здесь у нас и спальня И игровая комната И все в одном Мы тут спим на диване Желовато мне, конечно Ремонт в комнате авторства Анастасии Пытались своими силами что-то сделать Получилось неплохо Даже опытным дизайнерам понравились ее идеи Вообще, кстати, очень клевый диван На самом деле Очень модное сочетание серого и желтого Ну, это детское Это сразу видно Игрушки соседствуют с какими-то взрослыми фотографиями Окно огромное Очень светло Пойдемте в следующую комнату Одна окна Во второй комнате Отданной на растерзание дизайнерам Ремонт уже начинали Ну, мы нашли ремонтников На обычном рекламном сайте Человек пришел Сказал, мне надо подлить Три сантиметрика И все будет хорошо Подлил, ушел Три дня она сохла Потом я прошлась Наступила И здесь я теперь играю в камушки На месте камушков Предстоит создать гостиную Техническое задание Доверили сформулировать Маленькой Соне Мне очень хочется Ну, чтобы тут было красиво очень Было пространно У меня много друзей в саду Приходило Пятницу 20 друзей О, пол похож на батут Здесь очень низкие подоконники Можно классно обыграть здесь Сейчас давайте мы решим Кто какую комнату берет Мне, конечно, ближе то, что Вообще не имеет формы Не имеет лица Но Надежда пусть выберет А я возьму серо-желтую комнату Так как она мне прямо запала в душу Поэтому я буду работать над ней Смотрите после рекламы Данила Ветров против Надежды Радунцевой Кому достанется место в полуфинале? Ремонт начинаем с новой проводки И подготовки под покраску Делаем стяжку пола И строим конструкции из гипсокартона Больше всего их оказалось у Нади Так как это у нас все девочки Одежды у них много Поэтому у меня родилась идея Создать небольшую гардеробную комнату Гардероб почти полностью отделываем Зеркалами от пола до потолка А вот это зеркало мне прямо очень нравится Такой куб очень расширяет Окна в комнате Надежды Заменяем энергоэффективными стеклопакетами Зимой маме с дочкой не будет холодно Летом не будет жарко Остается добавить двери Они на магните Очень удобно, что язычок не торчит И закрываются очень комфортно Укладываем ламинат Светло-серый дуб с патиной Отлично впишется в будущий дизайн Монтируем плинтусы из МДФ И приступаем к окраске стен Цвет отлично Очень переживала, что будет бледно-бледно-светлый Но должно подойти идеально Зеленый это тот самый цвет Который задаст тон всему интерьеру Ну что, давайте рисовать Руки чешутся прямо самому Данила предварительно выстроил Зигзагообразную конструкцию у окна И покрасил всю комнату светло-серой краской Но на этом, естественно, не остановился Хозяева у нас барышни сплошные Поэтому надо немножко добавить мужской энергии Я какой-то прообраз нарисую Глядишь, это их сосредоточит И приведет к ним мужчину, которого они хотят Ну, если хотят, конечно Мне показалась сначала очень интересная идея Когда я увидела эскиз этих человечков Но потом я увидела, что это вот инсталляция из мусора Кусочки мозаики, кусочки фанеры Некрасиво Вау! Крутая штука Еще бы музычки, конечно, добавить Товарищ прораб, нам нужно организовать производство отверстий Я решила сделать звездное небо Вот большая медведица Мы со строителями сделали отверстие В фанере Я приобрела оптоволокно И вот очень долго и кропотливо я подсоединяла По сути, я понял, что это будет такая волосатая доска Можно вот так вот подойти еще Называется чувственный дизайн У Данилы Ветрова продолжаются художества Мужского начала в доме не хватает Поэтому у нас все так достаточно жестко Брутальненько То есть мы таким образом создаем среду Куда привлекается мужское начало и мужчины Я думаю, что женщины должны сами выбирать Хватает им мужской энергии или нет А мое дело предложить им красивые картины Ох, 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 надо искусство больше в массы И поэтому что настоящее русское искусство? Авангард? Но авангарда нужно больше Напротив будущего телевизора создаем художественное панно Из кругов с подсветкой и графических узоров Геометрия на стене на самом деле меня очень порадовала Ты заходишь, а у тебя как будто просто И слизанные набросок вокруг все белое и черное Очень классные, необычные ощущения ЧБ стилистику поддерживают черные розетки серии Е2 Я бы хотела сделать авторский светильник В центре я сделаю карту звездного неба И расположу вот здесь, над этой зоной Это слишком мелко, и это никто не заметит А это шикарная, крутая вещь Все отлично Она скорее строит свой проект, исходя из своих чувств Место в углу занимают балдахин и бескаркасное кресло Класс, мы должны что сделать? Припарковать кресло сюда Хотя она может и попасть, кто знает Женщины непредсказуемые Теперь мы наконец можем поставить диван В основании массив дерева, а отделан он бархатным микровелюром С очень высоким показателем износа стойкости Вау Но даже расслабляясь на роскошном диване Данила Ветров продолжает трудиться Чем приходится художнику заниматься? Вся комната, она мной поделена на два принципиальных пространства Социальное и интимное Да, да, суета Где можно сесть с книжечкой Можно играться в переодевание здесь Модный приговор устраивать Полная дичь Ну и последний штрих в комнате Данилы Черно-белый ковер Совсем немного времени осталось До самого важного момента битвы дизайнеров В квартире появятся хозяева и ведущие программы Как они оценят проделанную работу Узнаем после рекламы Два участника битвы дизайнеров Делали ремонт в квартире нашей героини Надежды Какая из двух комнат в итоге окажется лучшей? Вау! Как красиво! Офигеть! Можно я открою гардеробную, пожалуйста? Посмотрим Кровать офигительная Очень Все, это мое любимое место Ура, ура, ура! Это не твоя кровать Сметь со мной будешь спать А это мне за столик, наверное, да? Кровать-ка Ну мне же краситься надо А потом это мне на школу будет Мне нравится вот этот детский уголок Мне он очень нравится Но главное хендмейд-творение От чего-то хозяевам не зашло Мне вот эта штуковина не нравится Я вообще не понимаю ее смысла Это, ну, типа, звездное небо У Дарьи Триболь комната поначалу Тоже вызвала положительные эмоции Мне очень нравится история с гардеробной Очень сильно помещение больше стало визуально Вот эта часть сюда абсолютно не вписывается Я бы продолжила ее в черном стиле Вот это прям выкинуть и заменить Значит, помпасная трава отлично И мне абсолютно не нравится этот балдахин И светодиодная вот эта вот дискотека какая-то То есть я, конечно, понимаю, что это Здесь больше для ребенка нет ничего абсолютно Если была задача сделать комнату мамы и дочки То это мимо Попадет ли Данила Ветров со своим авангардом? Вау Подожди Офигеть Офигеть Все Это очень круто Смотрите, собрано из разных историй вообще Мне кажется, это старый шкаф наш был Мне нравится большой ковер Даже отдыхать можно Да, как супер И тут еще можно занавесить Занавешивать вот так Ну, как-то мне не очень нравится Кто там будет закрываться? Бабуля? Ну, если ей свет в глаза вот так отсюда съедет Тогда можно закрываться Здесь можно прекрасно почитать Слушай, как мне нравятся эти черные линии вообще Эффект просто вау Очень классный коврик на полу у нас лежит Он тоже объединяет эту всю историю с черными вот этими пятнами Круто, круто, все сложилось Концептуально, мне кажется Ну, концептуально, но жить-то тут как? Ну, давай откровенно, я уже устал Я не поняла абсолютно историю с делением пространства Если вдруг здесь собрались гости То бабушка, как социопат, все накреслится Такая, вы там веселитесь, ребята А я тут, это, посмотрю, что у нас по акте в магазах И не смотри сюда! Настал момент истины Прямо сейчас хозяева квартиры и главный дизайнер программы Назовут имя победителя сегодняшней битвы У обоих проектов есть достоинства и недостатки Куда качнется чаша весов? Узнаем прямо сейчас Мы невероятно благодарим вас за ваш вклад в наши две комнаты Это самые крутые интерьеры, с которыми я сталкивалась в своей жизни И, наверное, вся наша семья Ну что, дизайнеры, хочу задать вопрос Наде У тебя очень много плюсов, но есть колоссальный минус Для дочки, что там? Вот этот вот маленький балдахин На самом деле, вот столик, он в том числе и рабочее место Ребенок может там заниматься Я вас услышала, Данила Мне очень понравилась ваша контрастность Но вопрос, к чему эта вот история с зонированием? Должно быть место для какого-то более интимного состояния Да, более частного, более индивидуального Я вас услышала Этот момент мы ждали весь выпуск Сейчас хозяева сделают свой выбор Мне по душе, наверное, больше по функционалу Я считаю, что дальше должна пройти Надежда Сейчас свой выбор сделает главный дизайнер проекта Дарья Триболь Повторюсь, очень мне понравились цвета, очень мне понравилась эта история с графичностью И я не согласна с выбором заказчиков Я бы хотела выбрать Данила Ветрова По правилам второго сезона, если мнения главного дизайнера и хозяев расходятся, полуфиналиста определяет Валентин Коробков У меня есть четкое решение по этому поводу Данила, ты чемпион Воронежа по дизайну, ставший уже легендой в нашей программе Надя, вы ворвались в нее очень ярко и я хочу, чтобы вы продолжили свое участие в нашей программе Мне не привыкать уходить, поэтому главное не то, что я ухожу, а главное то, что я возвращаюсь периодически Надя, до встречи в полуфинале, удачи! Ждем тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ